Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Сегодняшнее видео будет посвящено заготовкам из вкуснейшей ягоды винограда. Мы все привыкли, что виноград это, как правило, ягода десертная. Она сладкая, мы употребляем ее в свежем виде, либо делаем вино, это то, что чаще всего, либо там уже что-то там, вареньки, соки, джемы. Но сегодня я вам расскажу про еще один способ приготовления винограда. Это виноград маринованный. И маринованный виноград это очень оригинальная и интересная закуска к каким-то мясным блюдам. Я бы сказала, что по вкусовым качествам она превосходит и маринованные огурцы, и помидоры, то, что мы, как правило, привыкли мариновать. Ну что ж, сейчас я вам расскажу, как все это можно сделать. Первое, мы подготовили виноград, его вымыли, обобрали с веточек. Можно, в принципе, с небольшими веточками оставлять, но это не совсем удобно, зачем нам лишнее место в банке, лучше мы займем его ягодами. Значит, сорт может быть любой, может быть желтенький, зелененький, может быть красный, синий. Ну, красный и синий дойдут потом к краске, будет такой ассоциация, как компот, но цвет красивый, поэтому может тоже кому-то очень понравиться. Можно использовать какой-то не совсем зрелый виноград, это тоже сгодится. То есть, абсолютно любой сорт, ну, плотный столовый. Значит, банки я не стерилизую, потому что в ней, ну, даже если мы их простерилизуем, в стерильную банку мы закладываем не стерильный виноград, а смысл. То есть, от стерилизации ничего не поменяется, лишнее действие. Ну, единственное, что, конечно, хорошенько промываю с содой, ну, все, сложила. Дальше мы готовим маринад. Так, у меня здесь кипит вода, полтора литра. Бросила я туда вишневый листик, буквально 2-3 штучки. Если нету, то и нету. Два-три перчика, горошинки и пару гвоздиков, гвоздички, если вы любите. Если вы гвоздику не очень, она в винограде раскрывается очень хорошо и очень ярко, поэтому с этим будьте осторожны, буквально вот 1-2 гвоздика. Все, этого достаточно. Я еще положу кардамон, ну, тоже вот буквально одну вот эту штучку. Можно, нужно не ложить, это по вкусу. Дальше мы сыпим сахар и соль. Значит, сахар у нас 2 столовых ложки из расчета на пол-литра. Ну, вот, абсолютно без горочки. На полтора литра, значит, 6. Два. И точно так же без горочки мы сюда добавляем соль. Соль из расчета 1,5 столовых ложки на пол-литра, то есть 4,5 ложки. Опять же, все это без горочки, то есть половинка. Это приблизительно, ну, вот так. Поскольку камеру мне было неудобно держать в одной руке и насыпать, да я думаю, что смысл поймете. Все. Теперь все это мы закипятили, размешали. Соль мы используем, обыкновенную каменную соль, не иодированную, без всяких добавок и лучше крупную. Ну, такое обычного помола, то есть без всяких там изысков. Нам еще понадобится уксус, но мы его добавим потом. Сейчас мой рассол закипит. Я его залью в банки и оставлю стоять на 10 минут. Ничего плотно не закрываю, просто сверху крышечку прикрою. Так, вот наши баночки, 10 минут прошло, но у меня на даче прохладно, поэтому их даже можно уже так брать. Я беру и сливаю наш маринад обратно в кастрюрку. Ну, к сожалению, немножко с собой заслоняю. Кухня у меня здесь на даче небольшая. И полностью, ну, поставить штатив так, чтобы удобно было снимать, к сожалению, невозможно. Можно вот так сливать, как я. Есть специальные такие крышечки еще для удобства. Поэтому смотрите, как вам будет удобно. Доводим еще раз до кипения и в этот момент добавляем уксус. Уксус обычный, 9-процентный, без всяких изысков. Но хотите, можно использовать там рисовый, виноградный, красный, белый, любой. Значит, из расчета 3 столовых ложки на пол-литра. То есть на полтора литра я беру 9 ложек. Тоже вот таких вот, ну, как бы без верха, без ничего. Все, 9 ложек. Опять доводим до кипения. Если вы используете более сладкие сорта винограда, в таком случае вы сахара можете положить еще чуть меньше. Уксуса, если не любите или чего-то острого, тоже можно положить чуть меньше. Можно положить 2 столовых ложки. Этого будет достаточно. Я кладу 3. В принципе, я специально делала 2 разных маринада. Пробовала, но особо глобальной разницы не заметила. Уксус дает нам лишний консервант, как бы чуть-чуть более насыщенно. Значит, сейчас маринад закипит. Мы его опять заливаем в эти же баночки. И закрываем крышками. Ну, как видите, крышки я тоже не стерилизую. Крышки у меня все закручивающиеся, эти новые. Можно использовать не только под закрутку, можно под закатку. Что есть, какие банки. Как удобнее. Итак, баночки наши готовы, закатаны. Я их переворачиваю, ставлю на какую-то тряпочку и сверху тепленько накрываю и оставляю где-то на ночь. Завтра их можно будет уже перевернуть, они остынут и поставить в какое-то прохладное место для хранения на зиму. Ну, либо открыть и съесть. Ну, вот наши баночки постояли уже ночь под теплым одеялком. Сейчас я их достала. Они уже остыли такие, чуть-чуть тепленькие. И теперь их можно поставить либо в холодильник, либо в подвал на хранение. Ну, вот так просто и легко можно сделать интересную оригинальную закуску из винограда. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на наш сайт с полным ассортиментом сортов винограда, которые у нас растут. И мои контакты, по которым можно обращаться по вопросам приобретения в дальнейшем черенков и саженцев. Ну, конечно, до новых встреч. Пока!